так все настроила я камеру всем доброго времени с вами марета и сейчас мы сделаем такой расклад что скоро случится да что будет в течение 7 8 дней что ждет вас сделаем такой расклад но немножко конечно я хочу вступление вот обратиться я хочу к тем кто не прозванивает и плачет в трубку либо мне пишет не имея средств оплатить мне да вот сколько раз я уже говорила да я понимаю то что вы там плачете мне в трубку да то что вы там рассказываете о своих проблемах но это не не поменяет ничего то есть я вам помогать не буду бесплатно то есть никак вы никак не поменяете ситуацию вот мне женщины три звонили вот плачут в трубку а зачем вы это делаете я не буду слушать ваши ваши нытье просто так и надо не ныть а действовать понимаете надо действия совершать вот и как-то уже работы да а вот такие не платежеспособные клиенты вот мне не нужны и я хочу сказать то что ваше нытье слушать бесплатно я не буду вот поэтому это не ко мне вы почитайте и ознакомьтесь с моей страницей кто я такая чем я занимаюсь время деньги я черный практик вот и слушать ваше нытье вы такие наглые люди действительно наглые просто как вот у человека нету денег да я даже не понимаю и он думает а позвоню я тут не психолог чтобы слушать нытье я действую четко ясно и хладнокровно понимаете у меня миллион это я образно конечно говорю но у меня достаточно много заказов вот я не буду вас выслушивать просто так понимаете этого никак не будет этого не произойдет и вы должны уже понимать что мастер надо платить то есть вы должны это понимать и знать я просто поражаюсь из таких людей которые вот то я позвоню но денег нет вы действительно вы смеетесь а но я не смеюсь а вам потом горько от этого будет нарветеся когда-нибудь проклятие так дойдет что не встанете вам потом это ухнется те люди которые пытаются урвать что-то бесплатно давайте я вам расскажу бесплатно бесплатит будете платить своим здоровьем и своими детьми мои услуги оплачиваются все от а до я и вот эти всякие посланные люди да ко мне от конкурентов я вас тоже сразу улавливаю я вижу смерти людей вот я вижу умерших и поэтому засланного человека мне ничего точнее никакого труда не составит понять что этот человек засланный но я реально рассказываю вам истории жизни своей которые случаются недавно мне женщина та другая звонит ой и плачет но имейте совесть имейте совесть и имейте уже как бы да оплату для того чтобы оплатить и посмотреть я не буду просто так тратить на вас время и любой уважающий себя мастер этого делать не будет я думаю что вы поняли что я хочу сказать давайте приступать уже наверно к тому что вас ждет загадываем себя кому нужна моя личная помощь обращайтесь ко мне по ватсам номер я указываю у нас приходит здесь очень интересная интересный человек наблюдатель который будет наблюдать за вашими действиями вот который будет наблюдать за вашей работой за вами за вашими действиями здесь есть человек которому очень сильно так эти палочки зажгла фуф 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 сейчас ему очень сильно интересна ваша работа то как чем вы занимаетесь здесь идет наблюдатель здесь кто-то хочет к вам на работу если вы занимаетесь с ним работаете сами на себя то кто-то хочет прийти к вам на на поддержку на поддержку так сказать здесь будут люди а точнее человек людей-то много которые наблюдают за вами я так поняла здесь есть человек который именно будет наблюдать за тем как вы действуете именно в работе какие у вас ходы он хочет узнать именно какие у вас ходы какая у вас именно работа он считает что вы не договариваете что-то по работе то есть возможно вы услышите как вы зарабатываете деньги что вы для этого примерно делаете и вы тогда поймете что это за человек потому что здесь идет человек который будет как-то интересоваться спрашивать какими ходами вы зарабатываете примерно этот человек знает чем вы работаете как вы работаете да и чем вы дышите так сказать Но ему очень интересно узнать это поподробнее. И вот такой человек вам на порог идёт. Далее ещё тут у нас падает девушка. Вот, сейчас будем смотреть, что тебе надо от нас. Но она чувствует вашу силу. И, знаете, понимает, что уже как-то бороться... Ну, как-то страх у неё какой-то. Тут выпала девушка, у которой страх. То есть она хочет с вами разговора, но она боится. То есть... Далее. Придёт она на порог с вами поговорить. Знаете, как не с пустыми руками придёт. Как с чем-то. Что-то будет нести к вам. Подлавливает какой-то момент, чтобы к вам подойти. Как-то загладить свою вину. Эта женщина идёт сейчас не с каким-то намёком на войну. А вот, знаете, как, чтобы вы её то ли простили, то ли начали с ней общаться. Покупка у вас новая будет. Приобретёте что-то в течение недели. Здесь идёт покупка. Какая-то покупка, крупная покупка. Появляется у нас ещё бывший мужчина, который хочет прояснения ситуации с вами, восстановления отношений. Но вам уже это не надо. То есть, вот вы знаете, здесь человек, который смотрит на ваши фотки. Ой, подождите, сейчас я открою окно. Надушилась этими палочками, вот этими благовониями. Мне не нравится запах. Да, здесь будет мужчина, который смотрит ваши фотографии. Он смотрит ваши фотографии, сматривается в эти фотки. Но, знаете, как боится какой-то шаг делать. То есть, здесь человек, который к вам придёт, но вам это уже будет не надо. Он будет что-то доказывать вам о том, что надо собрать, надо сремонтировать наши отношения. Но вам это будет уже не нужно. То есть, вы будете говорить о том, что нет уже, как бы, ну, предателей я не буду как-то, ну, принимать обратно. Мне это уже не надо. То есть, здесь такой разговор не совсем длинный с бывшим. Оу. Ну, опять, опять. Кто же это опять у меня тут на раскладе, которого всё хотят убрать? Какая-то опасность. Давайте смотреть, в чём опасность. Кто это у меня на раскладе? Девочки, ещё раз повторяюсь, с кем-то хотят расправиться. Кто-то недавно похоронил мужа. Далее, ладно, смотрите, ещё вижу, что здесь вы теряете какого-то близкого человека, какого-то родственника, смерти родственника на пороге. Ладно, а расправиться в чём хотят? Да, это реальная расправа. Я не знаю, кому вы помешали, но тут желают с вами какой-то расправы. Физического характера. Почему-то вы много знаете. Идёт, что вы, знаете, вот как люди. Я не буду здесь многое говорить. Вот такие вот темы в YouTube. Эту тему я пропущу. Но кому нужно будет, напишет мне WhatsApp. Далее. Вот едет к вам медленно мужчина, который вам изменил. Опять идёт бывший. Знаете, настолько вам он уже противный. Он такой медленно-медленно к вам плывёт. Вы его, скорее всего-то, и не примете. Далее, смотрите, у вас, у кого-то часто заедает замок в квартире. Либо же что-то недавно случилось с замком. И здесь идёт как переезд. Вам какие-то знаки в квартире даются, чтобы вы переехали с неё. Понимаете? Вот так вот идёт. Какие-то знаки, какие-то вот, чтобы вы уехали. То есть вам нужно уехать. Вот просто карты-то говорят. Окей. Вы будете приглашены. А, всё, у кого-то застолье. У кого-то скоро, у брата день рождения. Либо же, либо тут у брата, либо же, может быть, у какого-то другого родственника. Как собираетесь в компании. Вы будете отдыхать. Здесь что-то как вроде бы... И может прийти какой-то незваный гость туда. Вот в эту компанию. Окей. Что дальше? Даже у нас карта сыплется, нам сказать. Кто-то хочет подшатнуть ваш авторитет. Кто-то хочет подшатнуть вашу работу. Нагнать на вас хаос. Эоу, это женщина. Кто ты такая? Кто ты такая? Почему ты это хочешь сделать? Знаете, я её сейчас опишу. Эту женщину. И расскажу, почему она хочет это сделать. Сейчас я поставлю телефон на зарядку, извините. Но тут женщина, которая хочет навести какой-то хаос. Сейчас я вам расскажу о ней. Что двоя? Так, простите. Смотрите, женщина, которая хочет вас уничтожить и навести хаос в вашей жизни, это женщина, которая домохозяйка. Вот она сидит дома и больше ничего не может сделать. У нее нет в какой-то в жизни цели, интересов. То есть она не добилась, она не состоялась как бизнес какая-то женщина. То есть она состоялась как какая-то, может быть, жена, которой скучно. Она сидит с ребенком, муж приходит с работы, стирка, готовка, уборка, тролли-вали тополя. Вот, вы раньше как-то с ней общались. Может, это даже подруга, может, кто. Вот она хочет как-то вот, ну а она думает, а что это у нее так все? То есть вот она так состоялась, а может, в бизнесе она думает, а я нет. Знаете, кому в бизнесе повезло, кому в любви, как говорится. И вот ей очень скучно. Вот. И она хочет вот что-то, какой-то хаос навести. Какой-то хаос. Далее, смотрите, кто-то вам предложит деловое предложение. Деловое предложение. Но вы от него откажетесь. Вот. Далее, смотрите, я вижу еще такую картину, что придет к вам мужчина. Здесь уже трогательный момент. Это, скорее всего, тоже ваш бывший. И вы знаете, разговор с ним вам нанесет боли. Вы как будто бы будете от боли плакать. Вы будете понимать все. Он будет говорить какие-то тяжелые вещи. Вообще, вы знаете, до конца вы не отпустили бывшего мужчину, и он вас не отпустил. Около 37 лет ему, может, до 40. Вот. И вы должны поговорить, потому что здесь будет только через душевный больной разговор. Прощение. Не то, что прощение. Нет, простить вы уже не сможете. Я вообще, знаете, смотрю такого человека, который не может прощать. Это вы. Вам лучше отпустить, но вы никогда не простите. Вот кто-то не простит измены. Вот. Кто-то не простит измены. Но бывший придет все равно, чтобы объясниться, и вам будет это больно. Вот он где-то вас подкараулит. Вам будет больно от этого. Но все равно вы умрете душевно. Но опять восстанете. Но с ним вы не будете. Все, я поняла еще, что мне карты показывают. Тут направляются к вам люди домой. Какие-то люди домой. И они что-то хотят у вас застать. Два человека. Два человека. Смотрите, даже могут быть... Я не знаю, я не буду говорить. Вот. Может, засылают кого-то. Здесь хотят какую-то тайну у вас дома узнать. Так, смотрите, еще говорю, что здесь у вас умерла бабушка. Она умерла и унесла какую-то тайну в могилу. Вот. Душа вашей бабушки по линии матери хочет выйти с вами на связь. Вот. Поэтому здесь... Возможно, нужно будет выходить с ее душой на связь. Но это уже лично на раскладе. Это сейчас не про это. Очень много людей за вас говорят. Именно когда собираются где-то за столом, разговаривают, говорят о вас. Вот какая-то женщина средних лет идет к вам на поклон. Ну, чтобы вы ей помогли. То есть у этой женщины какие-то проблемы. Сейчас будем смотреть. Вот, ну, женщина. Это женщина. Это не девушка как бы не 25-28 лет. Это женщина. Лет 55, ей вот так 56. Хочет поговорить о чем. Да, у нее какая-то проблема. Может, она хочет выговориться. Угу. Смотрите, узнаете о чьем-то разводе скоро. То есть узнаете, что семья подшатнулась. Произошел какой-то развод. Вот. Среди ваших знакомых. Какая-то радость у вас еще на пороге. Сейчас посмотрим, с чем связана эта радость. Ну, это что-то с детьми связано. Что-то с детьми. Может, забеременеете скоро, да, и будет такая радость вам. Информация идет еще, от которой вы будете в ужасе. Сейчас посмотрим, что это за информация. Минуточку. Я сейчас перезвоню. Отвечу минуту. Аля. Я слушаю. Ты что, пидор? Минуточку. Минуточку.